В свете того, что в современном мире очень распространено увлечение порнографией, то есть этими картинками голых тел и фильмами, где вечерами, днями миллионы людей просто-напросто заседают и занимаются анонизмом. Современные ученые говорят, что примерно 70% мужского населения и, по крайней мере, половина женского всего населения занимается анонизмом. Но если учитывать то, что старички наши, естественно, постепенно отходят от физиологического восприятия реальности, оргазм уже как естественный наркотик перестает быть определенной ценностью, понятно, что, видимо, 30% это вот эти старики и особо такие какие-то люди, которые, в принципе, занимаются какими-то делами и не имеют свободного времени настолько, чтобы зависать и научим искать каких-то удовольствий в этом. То есть есть определенное количество людей, которые просто живут, занимаются, у них есть интересы в жизни, да, работа, что-то сделать, что-то смастерить или что-то организовать, то есть и тогда таких мыслей просто, в принципе, не возникает. Это уже неинтересно. Это как бы для молодых людей, которые только познакомились, там, вот оргазм, ой, что это такое, какой-то естественный наркотик, как будто приход пришел, опа, и все, да. То есть и люди потом наркоманами становятся на всю жизнь и продолжают этим заниматься постоянно. Дело в том, что женская физиология и мужская, она немножко, немножко отличается. И я сейчас не буду говорить именно о женской мастурбации, потому что, как бы, я мало понимаю в этом плане, да. То есть я чувствую, но не хочу вас вводить в заблуждение, я лучше буду говорить о том, что знаю, через что прошел сам. То есть, кроме того, что анонизм – это наркомания, да, то есть пристрастие, то есть болезненная страсть, это одно. Но существует еще другая такая форма негативная этого явления. Дело в том, что в момент мастурбации происходит всплеск энергии, который выходит и все. То есть, как бы, отдача энергии, такая дань, да, дань своим желаниям, своим страстям. Ты их отдаешь, и в этом, пом, и съехал. То есть уже так, уже тебе ничего не хочется, в принципе, вот отдаешь энергию. И вот эта отдача энергии постоянно-постоянно это человека изнашивает, то есть вот этот дисбаланс. Наука говорит, что воздержание, воздержание там какое-то определенное время делает так, что в человеке, в мужчине концентрируется много тестостерона, и он становится более энергичным. То есть футболистам на чемпионате мира запрещают с женами общаться близко. Боксер Тайсон Фьюри, цыганский барон-король, в общем, он тоже несколько недель перед матчем, перед спаррингом не подходит к жене, то есть он вдалеке держится, то есть чтобы набрать этой энергию. То есть и действительно, люди, которые, ну, как бы, не обращают на это внимание, у них мощный энергетик. То есть если, допустим, раз в неделю с супругой, или раз в месяц заниматься этими делами, то, в принципе, это нормально и естественно. То есть для женщины все-таки отмен энергии очень важен. То есть мужчина должен отдавать женщине эту энергию свою, и как бы на физиологическом уровне она его за это ценит. Если он не дает ей энергии, то есть это совершенно другое отношение. То есть люди как бы вроде вместе живут, но совершенно разные, их ничего не держат. То есть тело наше само чувствует благодарность, которую обмена этой энергетикой. В принципе, обмен этой энергетикой полезен в любом случае. Люди, даже болезнь, когда люди болеют, да, вот простуда, насморк, и когда они находятся сами. То есть хорошо, да, полежать, просто-напросто на пост уйти, горяченького пить, метку покушать, это хорошо. Но лучше, конечно, чтобы определенное позитивное общение в этот момент еще происходило. Тогда энергетика выравнивается. Даже обычный насморк. Возникает насморк, и он может пройти, если поговорить с определенным человеком. Вот был он, в том раз, и хорошо, нормально чувствуется человек. То есть энергетика очень важна именно для тела. Вот обмен энергиями, он постоянно происходит. Кроме того, что существует такой социальный вампиризм, начальник, подчиненный, да, или учитель, ученик, или родитель, ребенок. То есть, естественно, оттягивает энергию тот, кто сильнее, тот, кто старше. Вот. А на уровне сексуальных отношений, вот, мужчина выступает в роли донора, да. Если он, конечно, не насильник и не пытается изменить этот самый, эти взаимоотношения. Если нормальные человеческие отношения, то мужчина всегда отдает энергию. И, но он ее не отдает просто так, он отдает ее женщине. Вот. А если человек занимается анонизмом, он постоянно ее просто, просто выбрасывает в атмосферу и постоянно выбрасывает, выбрасывает, организм работает, он обратно выбрасывает. Ну, в общем, в общем, то есть ничего хорошего в этом нет. Тело, когда оно имеет малой энергии, оно постепенно начинает, еще если с эмоциональными тараканами начинаются проблемы, вот, тогда болезнь начинает где-то находить слабые места. И вот она прицепится, и поэтому у людей возникают такие хронические болезни. То есть, если психика человека подвижна, он не тормозит, будем так говорить, на своих эмоциональных состояниях, не заходят в них и часами, а то и днями не находятся в стрессе, или там в злости, зависти, ревности, желаниях, эгоизме. Вот. В общем, получается так, что злые люди имеют проблемы с печенкой, очень часто. То есть, проблемы с печенью. Эгоистические люди, у них проблемы с кишечником. То есть, на этом. Вот. Даже такие проблемы, как мужская импотенция, вместе с женскими сексуальными желаниями, активность, да, вот женщина нормальная, нормальная у нее сексуальность, а мужчина импотент. В общем, часто даже женщины сами виноваты. То есть, бывает такое, что они эмоционально подвижнее у мужчин, и поэтому они выступают в роли вампира. То есть, если женщина быстрее, мужчина там такой, этот самый, Василий недалекий, да, то она его затюкает, затюкает, и, в общем, в принципе, когда у нее появляется желание, она приходит, а здесь человек, который уже ее боится, и у него на полшестого ничего не получается. Вот. Но это взаимоотношения эмоциональные, они всегда были во всех их семьях, во все времена. Вот. Но ранее был подход такой. Если молодые, они неосознанно там проявляют свои эмоции, да, вот, и появляется проблема с импотенцией, то что делали бабушки? Их называли ведьмами, лекарями, там, что делали? То есть, они давали определенные психотропные вещества, там, корень дурмана чуть-чуть, там, или там, я не знаю, что еще может быть, грибы определенные, может даже быть мухоморы. В общем, они давали женщине, вот она приходит к лекарю и говорит, вот проблема, мой муж вообще никакой. Он говорит, ну что делать? То есть, затюканный мужик, или работает затюканный, там, или начальством, тем угодно. То есть, нет у него энергии, нету энергии, ни оттуда взять. Вот. Если бы он пришел и жену так, ух, 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 то энергию из нее бы взял, да, то есть. А здесь такой вот ослик рабочий. И получается так, что она говорит, что делать? Она говорит, ну вот, возьми, дает ей там какой-то порошок. Порошки разные, травки, в общем, микродозинг такого, этого, веществ, которые изменяют сознание, да, то есть, выбивают человека из колеи, его вот установленной колеи. И говорит, что сделай? Когда, вот, свари ему там кашу, суп, что угодно, в чай дай. И вот дай ему, и через полчасика там, возьми ему песенку спой хорошую, возьми какой-то, начинай, флиртуй с ним, возьми, разденься, принес, танцуй там, это самое. То есть, чтобы вовлечь в этот самый, в эротическое состояние его. Потому что в измененном состоянии сознания, то есть легком таком, да, микродозинг, то есть существует очень возможность быстрого, быстрое сугестие, внушение. И люди вообще не деревянные. Изначально они в детстве вообще страшно сексуальные могут быть, да, особенно подростки, которые уже там начинают выходить. Вот. Поэтому все проблемы возникают на невротической почве. Основой которой является энергетика, то есть взаимодействие энергии. Личное взаимодействие. Вот. И так делали. Существует даже еще очень древний, там больше 10 тысяч лет, в Казани на Востоке такая же проблема возникла у супруги Шивы, то есть авторитета местного, там у индийского, там очень крутой такой авторитет был, который в те времена собирал бригаду, ездил на лето к Гималаям, там отдыхал, там организовывался, потом возвращался на зиму в теплые края и тут к морю себя купался в море. Вот. Ну и что? У его жены, не помню, как ее зовут, в общем, вроде бы как порвать, а может другая там, ну не важно. В общем, проблемы возникли, что вот он стал таким вот импотентиком таким к ней в отношении. На других он, конечно, заглядывался. Вот. Она что сделала? Она взяла конопли и кинула в костер. Вот он так, когда готовила там что-то кушать в доме, там раньше жили в таких самых хижинках, таких красивых, или там в больших хижинах, непонятно, но в общем, она бросила эту коноплю. И после этого начала ему петь, танцевать в этом самом, перед мужем все. Он, у нее волосы дыбом стали, и он посмотрел на нее и подумал, что боже, как я, каким я был глупцом, что не видел, что у меня есть такое чудо. И в общем, вот весь эффект. То есть, этому методу очень-очень много лет. Поэтому и анонизмом в разных культурах, то есть, естественно, занимались люди. Но это как бы, это было молодежное, молодежное, так сказать, занятие, первые такие опыты перед замужем, перед женитьбой. Поэтому, как только молодые люди начинали проявлять сексуальную активность, начинали, там, родители замечали, что они там кто-то анонизмом занимаются, кто-то это самое слишком начинает, и старались как можно быстрее поженить, выдать замуж, чтобы исключить вот этот сам процесс анонизма. То же самое происходило еще в более древние времена. И есть такое понятие, как обрезание, да? Есть ритуал обрезания. В африканских племенах, как только мальчики достигают определенного возраста, то есть, вот именно то, о чем я говорю, да, вот именно момент, когда мастурбация возможна, или, то есть, уже они там сами определяют каким-то образом, или это уже просто по возрасту, в общем, начинается инициация во взрослую жизнь, то есть, им делают болевой такой шок и обрезают крайнюю плоть, чтобы вот этот болевой шок ограничить возможность анонизма, хотя бы на какое-то продолжительное время, промежуток времени, пока заживает это рано, а потом оказывается, что когда нет вот этой шкуры, то анонизмом заниматься очень неудобно, особенно, знаете, в Африке, где сухо все. В общем, есть такой этот самый еще элемент, который издревле использовался, чтобы только не дать человеку погрязнуть в этом занятии. Мужчинам обычно, да, в некоторых сообществах, в принципе, и женщинам тоже там, все вот обрезания, что как бы, ну, в крайних случаях, то тоже как бы выход из положения. Хотя, больше это касается мужчин и женщин, можно было бы оставить в покое. То есть, человек, который занимается анонизмом, он психически нестабилен. Он постоянно, как наркоман, ищет, в любой момент он ищет возможность получить это, да, поэтому вот эти порно-сайты, это огромная такая клака, вот этих всех эмоций человеческих. И это паскудство, вот это энергетическое такое, он периодит поток такой, который просто-напросто уходит в никуда. Ну, поэтому ничего хорошего бы она не изменяет, что бы вам не говорили и как бы не рассказывали, что о полезности, что в последнее время там смотрел, такие высокие ученые говорят, да, засыпать очень помогает, психологически расслабиться очень помогает, да. Ну, это то же самое, как курение сигареты, да, то есть, пум, изменил состояние сознания, эмоции как бы, ну, помогает это все, вот секунду помогло, а потом обратно все равно приплючит, и обратно нужно бежать за это самое. Это же наркомания, как таблетка у тебя, то есть, фармакологическая наркомания очень развивается. Проблема-то именно в энергетическом взаимодействии. Человек, который полон, который, это самое, ему ни допинг не нужен, ему не нужен ни этот анонизм, то есть, это кажется мелким состояние полноты, уверенности, силы, чувства, это гораздо круче, чем вот эта тяга к оргазму. Вот просто изменить направление своего внимания. Я к молодым людям тоже обращаюсь, особенно стариков уже там не переделать, их только их тела, которые загибаться начнут, когда от этого отучат. А молодежь, ребята, хотите быть сильными, уверенными, сильными, и вырасти в таких людей, да, достичь такой уверенности в себе, перестаньте этим заниматься. Это свинячья тяга. В общем, нет ничего плохого. Ну, я просто не говорю, что вот мужчина и женщина взаимоотношения. Это да, это сам Бог видел. Так природа придумала, значит, в этом нет ничего плохого. Хотя некоторые вот, особенно в Индии, религиозные люди, они вообще себя ограничивают полностью, даже в сексуальных отношениях. Имея жен, это как, допустим, ортодоксальное равенное в иудаизме. А остальные люди, в общем-то, слабы, слабы. Ну и чтобы не говорили, чтобы не быть слабым, и общество, чтобы не было слабым, нужно как можно меньше, чтобы было вот этого дрочества. Это паскудное занятие. Я к мужикам обращаю. Женщины, ну, не могу ничего сказать. Ну, это тоже, тоже не особо здорово. Любите друг друга. Старайтесь чистое, ясное отношение между собой иметь, чтобы глубок, эмоциональный не стягивался до такой степени, что люди ходят и рычат друг на друга. И не то, что ненавидят, просто такая жесть неприяльна. Нельзя этого. Нормальность человеческая. Она выше этого слова. А чтобы хорошие отношения были, сексуализм должен быть сознательным. Сексуализм должен, анонизм должен быть исключен. Только совместно это самое. А мужчины должны отдавать женщинам свои на это. Женщина замужем. Она должна получать.